Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Коэн Машиах – первосвященник или буквально помазанный священник. Священник, который прошел обряд помазания, в результате которого он стал первосвященником. Коэн Гаду. Дальше Турак говорит о жертве, которую приносит Сан-Идрин, то есть высший суд, и вслед за этим жертва, которую приносит Наси, царь, руководитель, глава еврейского народа. Вот эти три жертвы, они выделяются из всех остальных, и поэтому мы их посмотрим, каждую из них отдельно. Итак, если… Начинается общий заголовок, если человек согрешит по ошибке. Речь идет не о грехах, совершенных преднамеренно, а по ошибке. Когда человек не знал, что то, что он делает, запрещено, или он знал, что такая вещь запрещена, но он считал, что то, что он делает, это не входит в запрет. Если помазанный священник, то есть первосвященник, согрешит в вину народа. Вину народа – это уже перевод, в котором есть уже определенная интерпретация. В оригинале сказано, что можно перевести, и в вину народа, и по вине народа, и для вины народа. Что означает? Если человек согрешил, в данном случае коэн году, первосвященник, он согрешил, так чья это вина? Его вина. А при чем здесь вина народа? При чем здесь ашмата? Как это объяснить? Драши объясняет следующим образом. Если первосвященник согрешит вину народа, понимать это нужно в соответствии с Медрашом. Раши дает два объяснения. Одно на уровне Драш, второе – Пшат. Драш, как мы знаем, это такой подход к комментированию, который требует буквального понимания слов, упомянутых в фразе. Как написано, так и нужно понимать. Пшат означает, что слова мы понимаем не буквально, а так, чтобы значение было удобоварено. В данном случае, если сказано «вина народа», значит, нужно буквально понимать, что речь идет про вину народа. Что народ здесь провинился. Тогда непонятно, если это грех первосвященника, то в грехе первосвященника провинился первосвященник. Причем здесь народ, каким образом он мог провиниться? И объясняет здесь Раши в соответствии с тем, как комментирует Талмуд этот стих, что речь идет о ситуации, в которой священник обязан принести очистительную жертву, когда его ошибка, с его стороны была ошибка и заблуждение, привело к ошибочному действию людей. То есть, вина народа понимается следующим образом. Если он, первосвященник, на основе своих знаний закона дал какое-то логическое постановление, в котором он разрешил то, что на самом деле запрещено, и в результате этого народ по его, на основе этого разрешения, которое он дал, люди так и поступили, люди таким образом сделали грех. То есть, он их, как говорят по-русски, ввел их в грех, неумышленно, но это сделал. И в этом была здесь вина народа. То есть, народ провинился, конечно же, тем, что он совершил этот грех, но провинился он не потому, что сам виноват, а ввел его в грех по вине первосвященника. То есть, была здесь ошибка, и было принято неправильное решение, и не только было принято неправильное решение, оно еще было и реализовано. Так нужно понимать то, что сказано здесь. Лешмата – вину народа. Абшат – простой смысл. Что не следует слово «вина» понимать буквально. Это не вина. Простой смысл в соответствии с Агадой. Агада говорит, что когда первосвященник ошибается, то это беда для народа. Ведь народ-то зависит от него, потому что он должен искупать их грехи и молиться за них. А если он уже сам согрешил, то теперь как же он может искупать и грехи, если он сам греховен? Поэтому это беда. Это не вина народа. Вины его здесь нет. Это беда для него. Потому что тот, кто должен, человек такого духовного уровня, как первосвященник, от служения которого в Йом-Кипур зависит прощение грехов и искупление народа. И только он, он один-единственный может служить, это служение в Йом-Кипур. От него зависит искупление народа. И если он сам грешит, то где же ему искупать народ, где же ему искупать всех остальных? Это проблема, это беда для народа. Итак, два комментария. Раши первый понимает слово «вина буквально», «медраж». Вина – это и есть вина. То есть речь идет о том, что Коэн-Гадоль дал аллогическое постановление неверное, и люди, послушав его, так и сделали, поступили. И второе, «пшат» – не следует понимать вина буквально, имеется здесь в виду беда. Беда для народа. Так объяснил Раши. Рабио, водя сформу, объясняет это прямо противоположным образом. Он пишет следующую вещь. Мы задали вопрос, как это может быть, что первосвященник ошибается, а вина – это народа. Так это надо и понимать. Как это получилось так, что первосвященник ошибся? Он не додумал. Он не внимателен был. Он неправильно оценивался. Нет. И если он ошибся, поскольку он не просто частное лицо, а он человек, который стоит на позиции лидера народа, если он ошибается, то в этом вина народа, народ в результате своей духовной деградации из-за того, что народ в этом виноват, это привело к тому, что первосвященник ошибся. Сфорно приводит к тому доказательству. В Талмуде, в трактате Брахот сказано так, что если Хазан, Шалиях Цибух, Хазан, Кантр, который повторяет молитву в синагоге, общественная молитва. Когда он молится, он не просто молится сам. Сам он молится точно так же, как и все остальные люди, молитву шепотом. Но когда он потом повторяет, он тем самым повторяет ее от имени всего общества, от имени всех тех, кто собрался в этой самой синагоге. И говорит Талмуд, что если вдруг получается, что он оговаривается, что он совершает ошибку, что он произносит молитву неправильно, то это плохой знак всем людям, которые там собрались. Ведь он не от своего имени сейчас молится, а он как Шалиях Цибух, как посланный всем обществом. И если он ошибается, то в этом не его вина, в этом вина тех, кто его послал. В этом проблема для тех, от чего имени он молится. Точно так же и здесь. Если первосвященник ошибается, а это человек, от которого мы, в общем-то, не ожидаем ошибок, это человек, который имеет духовный уровень, должен иметь духовный уровень выше, чем все остальные люди. И коли он ошибся, люди в этом мидоматы. Это из-за них он ошибся. В результате двух комментариев мы получили здесь довольно любопытный взгляд на вопрос об отношении между вождем и народом, между лидером и между толпой. Кто ведущий, кто ведомый. С одной стороны взгляд Раши. То, что Раши приводит, второй комментарий Раши. Что если вождь, если лидер грешит, то тогда это проблема для всего народа. Потому что тогда, будучи человеком, который ведет этот народ, если он сам оказывается недостоин, то для народа это очень плохо. Вести он его в нужном направлении уже не сможет. Но есть и обратный взгляд. То, что говорит с формулой. И если получается ошибка вождя, ошибка лидера, то не он виноват в этой ошибке. И если он лидер, если он вождь и ошибается, то это ошибка, в которой виноват народ. Народ, она привела к тому, что лидер ошибся. Ну а вопрос, а какой же из подходов правильный? Как обычно оба. Есть и то, и есть и другое. Есть и прямая связь, есть и обратная. Поэтому оба комментария здесь объясняют нам вот это вот странное употребление, странную фразу, которая сказана, что если первосвященник согрешит, в вину народа. Дальше Тора говорит, а если ошибется вся община Израиля, и это скроется от глаз общества, вся община Израиля грешит, а глаза общества, которые должны были углядеть, выследить эту ошибку, не выследили. Скроется это от глаз общества. И они нарушат одну из запрещающих заповедей Бога и будут виноваты. То когда они осознают совершенный ими грех, то пусть общество представит молодого быка, вычистительную жертву и приведут его к шатру собрания и возложат старейшиной общины перед Богом руки на голову быка и зарежут быка перед Богом. Вот это жертва за грех всего общества. Снова картина похожая. Похожая, как и то, что говорилось, по крайней мере, с точки зрения Медраша, как говорилось в предыдущей матритке. Грешит весь народ. То есть народ совершает грех по ошибке. А как же они совершили этот грех по ошибке? Потому что это скрылось, то есть эта ошибка скрылась от глаз общества. Вот такие глаза общества. Говорит Раши. Имеется здесь в виду Санедрин. Санедрин – это слово греческое, но это не греческое нововведение. Имеется в виду Беддинагадон, то есть Верховный Высший Суд, который, с точки зрения Торы, отвечает за две задачи. Первая его задача – это изучение и передача Торы от поколения к поколению. И вторая задача – это быть главной апелляционной инстанцией. То есть все спорные вопросы, которые возникают в каких бы то ни было раввинских судах, при выяснении аллогических вопросов, окончательное свое решение должны находить в нем. То есть если возникают споры, и они не разрешаются обычным путем убеждения, если одна сторона не убеждает другую, то в конечном итоге в Санедрине должно быть произведено голосование. И тогда большинством голосов будет решено, какова Аллаха. И это мнение, которое было принято большинством членов Санедрина, членов Верховного Суда, оно и становится обязательным. Значит, в Санедрине решаются аллогические вопросы, когда возникают сомнения. Так вот, если Санедрин согрешит, ошибется, то есть по ошибке члены Санедрина разрешат поступок, наказание которой, по торе, если этот поступок будет совершен умышленно, то предусмотрено наказание корет. Но народ нарушит этот поступок не умышленно, а слушаясь разрешения, которое выдал Санедрин. И тогда общество нарушит и поступит в соответствии с их неправильным решением, в результате чего будет нарушение. Тогда в этом случае они должны представить быка. Санедрин, который здесь ошибся, должен принести от себя вот эту жертву быка, и это очистительная жертва за грех. И здесь сформно говорит, и по поводу этого отрывка, как по поводу предыдущего, это тоже вещь, которая связана с предыдущим отрывком. То есть, если это Верховный суд, то понятно, что это самая высшая коллегия мудрецов Торы. Мы не ожидаем от них, что они ошибутся, и уж в особенности, если будет такая грубая ошибка, они в каких-то там деталях разрешат вещь, за которую на самом деле Тора... Это грубое нарушение. Если Тора за это дает наказание корет, об этом речь идет. Что это грубое нарушение. Как же они могли ошибиться и разрешить это? Ошибиться они могли, конечно, могли. Они люди, они не ангелы. А что привело к тому, что они ошиблись? Это снова вина народа. Если глаза общества плохо видят, то это проблема общества, и в этом вина общества. Только поэтому здесь возникло подобного рода ослепление и ошибка. Это грех, это жертва за грех общества. И, наконец, третья такая жертва. Если согрешит вождь, и по ошибке поступит вопреки одной из запрещающих заповедей Бога, и провинится. Речь уже здесь не идет о том, что вождь повелел сделать что-то неправильно, и народ, послушав его, нарушает и сделает что-то по ошибке. Нет. Речь идет о его личном, собственном грехе. Если согрешит вождь, по ошибке, все жертвы очистительные, они только при случае греха по ошибке. Нет очистительных жертв за умышленное нарушение. По ошибке поступит вопреки одной из запрещающих заповедей, нарушит, и провинится. И станет ему известно о его грехе, то есть сначала он сделал это по ошибке, а потом ему стало понятно, что он нарушил, который он совершил, то пусть принесет свою жертву. Самца, козла, без изъянов. Это уже не бык, это уже не теленок, это уже козел. И возложит он руку на голову козла и зарежет его перед Богом, и так далее. Это жертва за грех. Отрывок этот я перечитал в обычном переводе «если согрешит вождь». И тогда, если действительно так вычитать, тогда этот отрывок мало чем отличается от двух предыдущих. «если человек согрешит по ошибке», «если первосвященник согрешит», «если ошибется вся община». Но на самом деле не так все просто с этим переводом, потому что слово, которое употреблено здесь в оригинале – «ашер на си ехета». «Ашер» – это слово не совсем… оно может быть переведено и как «если», безусловно. Но оно может быть переведено и совсем иначе, как, например, «когда». Так, обстоятельства времени. Раши дает здесь еще один, приводит здесь Медраж, который дает еще одно объяснение, почему вдруг Тора здесь изменила стиль, и вместо того, чтобы сказать просто «если им на си ехта», говорит Ашер на си ехта. Говорит Раши, что слово «ашер», упомянутое здесь, можно понимать, как происходящее от слова «ашерей», то есть «счастлив». Кто здесь счастлив? Вождь, который согрешил по ошибке, никакого счастья у него от собственной ошибки нет. Моется в виду счастливого поколения, глава которого думает о том, чтобы искупать свои ошибки. А уж если он старается исправить свои ошибки, то есть грехи, которые он совершил по ошибке, так уж тем более можно себе представить, что он раскаивается и в своих умышленных поступках. Ведь обо всех грехах и искуплениях в этой главе говорится «ин», что переводится буквально «если согрешит». А по поводу «вождя» сказано Ашер на си ехта, то есть счастливого поколения, в котором вождь способен исправлять ошибки. Мы хорошо знаем, вожди обычно не способны, и только что исправлять ошибки, они не способны и признавать ошибки. У них вождей, как известно, если все происходит хорошо и удачно, то тогда это исключительно их заслуга. Заслуга мудрого руководства, их мудрый взгляд, их мудрое руководство и так далее. Если получается плохо, как обычно, тогда в этом виноваты другие. Тогда люди не поняли руководство, тогда люди искривили, тогда люди на местах виноваты. Своих ошибок вожди признавать не умеют, а уж тем более не только признавать, но и исправлять их. А здесь перед нами пример, теоретически который Тора дает, вождя народа, который согрешив, не только что признает, что он согрешил, но и приносит очистительную жертву за грех. Если у народа в каком-то поколении есть такой вождь, то, конечно, это счастье для того поколения. Так объяснил Раши. Харамбан уточняет, что у слова, которое упомянуто здесь ашер, ашер на сии хита, есть ряд значений. И в том числе оно может указывать на связь событий во времени. То есть обстоятельства времени оно может быть. Как, например, в строках «Когда Иосеф подошел к своим братьям». То есть если уже говорить точно, если уже быть предельно точным, то на самом деле это обстоятельство времени должно быть написано «ка-ашер». «Когда» это «ка-ашер». Здесь это не «ка-ашер», здесь это «ашер». Слово, которое может быть переведено «и», «если», «и», например, «который». «И», так как Раши хотел перевести его от слова «аши», «счастлив». То есть буква «хав», которой следовало бы быть, если бы это было попросту обстоятельство времени «когда», ее здесь нет. Продолжает Рамбан, так имеется здесь в виду, когда ворсца грешит. Но только пропущенном, это первая буква «хав». Ну а позволено нам будет спросить, почему она пропущена. Понятно, что не случайно. Рабейн Бахи, который в своем комментарии идет вслед за Рамбаном, он прибавляет здесь объяснение. И говорит он следующую вещь. Когда, как я спрашиваю, когда, это значит, когда согрешит, вот тогда и будет. В принципе, это слово, которое достаточно близко к слову «если». То есть это может быть, а может и не быть. Если упомянуто слово «ашер» на сих, то «ашер» это который. Это означает, что что касается вождя, то это не вопрос о том, согрешит он или нет. Это только вопрос времени, когда он согрешит. Вождь – это человек, человек, облеченный властью. Это человек, который очень близок к греху. В Рабейн Бахе почему? Понятно, что такой человек, лидер, вождь – это тот, кто приподнят над народом. Он управляет, он вершит судьбы, он кормчий, он указывает направление. Понятно, что у такого человека обычно, чтобы голова у него вскружилась, для этого немного нужно. Люди, облученные властью, понимающие свою ответственность и свою значимость, они довольно серьезно начинают относиться к своим возможностям, способностям, к тому, как они умеют понимать ситуацию, анализировать ситуацию, к тому, как они умеют принимать решения. Это и есть то, что называется гордость. Излишняя чувствительность к собственной значимости, уверенность в правильности своих решений, ну, отсюда до греха уже рукой подать. Поэтому, что касается, то, что говорит Рабейн Бахе, что касается вождя, не случайно Тора написала здесь «Ашер на си ехта». То есть, вождь, который согрешит. Конечно же, согрешит. Это не вопрос, как у остальных. Или, или, если согрешит, а может, и вообще не согрешит, это точно согрешит. Вопрос только когда. Поэтому Тора здесь и опустила букву «Хав», и получилось не когда вождь согрешит, а вождь, который согрешит. Подводя итог этим трём отрывкам, в которых говорится об очистительной жертве трёх людей, три очистительные жертвы. Это первосвященник, это Санедрин, высший суд. И вождь, Равирш замечает следующую вещь. Обратим внимание, что в первых двух случаях речь идёт о теоретических ошибках, которые привели, будучи реализованными на практике, которые привели к греху. А в третьем случае, по поводу вождя, речь идёт о его, не о теоретической ошибке, а попросту ошибке его практической. Последующие стихи рассматривают типы жертв за грех. Жертву, которую следует принести главе народа, и жертву, которую должны принести частное лицо. То есть, есть у нас две жертвы, в которых была теоретическая ошибка, из-за которой, которая ввела народ в заблуждение, а затем частные жертвы. Жертва царя, и жертва просто частного лица. Царь, он тоже частное лицо, только возвышенное. Оба этих случая включают практические нарушения, простые грехи, совершённые по ошибке, не являющиеся результатом неверного толкования закона. Отсюда, в обоих случаях, искупление должно подходить как чисто личные ошибки. В отличие от первых двух. Вот эта группировка отрывков, отрывков от жертв, которые очищают неосознанно согрешивших, она выявляет место, роль, позицию царя, вождя в практическом исполнении закона. Точно так же, как и с другой стороны выявляет нам ключевую роль первосвященника в изучении, в познании, обучении и распространении закона Торы. Вот эта группировка предполагает, что царь должен быть первым в народе, кто подчиняется закону. Ведь речь идет о его нарушении закона. Простой грех. Он нарушил закон. И его оставят здесь перед всеми остальными людьми. И жертва, которую приносят, это не та жертва, которую приносят все остальные. Он приносит козла, а остальные приносят овечку. Но тот факт, что в описанной приносимой им жертве не делается акцент на ошибки в изложении закона, указывает на то, что царский статус не содержит функции толкования закона. Нету в Торе здесь... Еще раз, какая здесь последовательность отрывков? Сначала первосвященник ошибается и дает неправильное логическое решение. Люди слушают его и из-за него нарушают. Второй отрывок, санэдрин. Высший суд ошибается, дает неправильное решение и, реализуя его, люди грешат. Царь никакого решения не дает. Речь здесь идет о том, что он попросту сам, когда вождь согрешит, по ошибке поступит вопреки одной запрещающей законе. Просто практически по незнанию или по невниманию нарушен. Стало быть, царь не интерпретатор закона. Царь не имеет никакого особого статуса по отношению к закону Туру. Он исполняет закон. И среди всех остальных евреев, исполняющих закон, он должен быть, как это говорилось, первым среди равных. Но это только в отношении исполнения закона, но не его интерпретации. Подобно всем другим представителям своего народа, Пистравирш, он должен обращаться в суд, чтобы узнать, что правильно в соответствии с законом. Не он интерпретирует закон. Не он объяснит, что правильно, что неправильно. Не он будет выдавать аллогические решения, пользуясь своим авторитетом царя. Он лишь первый среди равных и в отличие от грехов, совершаемых первосвященником или грехов, совершаемых сэнедрином. Когда они понимают неправильное решение, то относительно любого греха, совершаемого царем, нам говорят, что любой совершаемый его грех подвергает опасности кого? Только его. Лишь его будущее, но не народ. Не важно, сколь высоко вознесенного народом в силу данной ему власти в отношении закона перед Богом, он один из, он должен, он должен быть таким, как все остальные, первый среди равных, но первый среди равных. И никакого особого статуса по отношению к закону он не имеет. мы переходим к пятой главе. В пятой главе Тора дает здесь законы по отношению нового жертвопоношения, который называется в Аллахе Курбан Оле Ве Юред. Курбан Оле Ве Юред это значит жертвопоношение, которое может варьироваться по своей стоимости. Это может быть для людей состоятельных это жертва из кота, для среднего класса это будут птицы и для совсем уже бедных это будет мучное жертвопоношение. В каких случаях приносится эта жертва? Почитаем сначала текстуру, а потом попытаемся его объяснить. Если кто-нибудь согрешит в том, что слышал голос заклинающего его, а он был свидетелем или видел или знал, он виновен. Не очень ясно пока о чем идет речь, ясно только, что кто-то чего-то слышал, знает или видел, и за это он виновен. Слишком много знать или слишком много видеть это нехорошо. Или если кто-то коснется чего-нибудь нечистого, падали нечистого зверя, или падали нечистого скота, или падали нечистого гада пресмыкающегося, и это было скрыто от него, он забыл об этом. И он стал нечистым и провинился, непонятно в чем он провинился, в том он стал нечистым, Это вроде бы не его вина. И если он прикоснется к человеческой скверне, ко всякой скверне, что оскверняются ей, и это было скрыто от него, он узнал и провинился. Опять же, здесь человек прикасается к чему-то, что дает ему статус таме, и это тумата Адам, скверно сходящая от человека. Тоже чем-то он провинился. Или, четвертый вариант, если кто-нибудь даст клятву сделать что-нибудь плохое или хорошее, обо всем том, в чем произносит клятву, и это скрылось от него, но он узнал и провинился в одном из этих случаев. Человек вроде поклялся сделать что-то хорошее или плохое. Интересно, что значит клятва сделать что-нибудь плохое. И это от него скрылось. А потом он узнал. Так вот, в каждом из этих, в одном из этих четырех случаев, которые здесь принесены, в четырех или трех, то если виновен в чем-то либо из этого, и признается в том, в чем он согрешил, тогда пусть принесет повинную жертву Богу за грех, который на нем самку мелкого скота, овцу или козу, в жертву за грех. И тогда он скупит его в священника за грех. А если же его достатка не хватит на овцу, он несостоятельный человек, тогда пусть принесет повинную жертву за то, что он согрешил двух горлиц или двух молодых голубей. Если уже совсем, совсем бедный человек, и у него не хватает на двух горлиц или на двух молодых голубей, тогда пусть за то, что он согрешил, принесет в жертву десятую часть ифы, тонкие пшеничной муки. Вот это вот жертва за грех. Вот этот отрывок пытаемся разобрать. Начинается он так. Если кто-нибудь согрешит в том, что слышал голос заклинающего его, а он был свидетелем или видел или знал, он виновен. В чем здесь грех? В том, что слышал голос, нельзя слушать голос. Или он виновен в том, что он был свидетелем, или он виновен в том, что он слишком много знал. Посмотрим комментарий Ромбана, о чем здесь идет речь. Потом добавим к ним настолько, сколько можно. Если кто-нибудь согрешит в том, что был свидетелем, или видел, или знал, имеется в виду следующее. Если кто-то был свидетелем, то есть человек, который потенциально может быть свидетелем, он может прийти в суд и дать свидетельство в пользу какого-то человека, увидев или услышав, как происходит некоторое событие. А зачем же здесь сказано, что услышал голос заклинающего? Услышав голос заклинающего, его стать свидетелем в суде. То есть поскольку он потенциальный свидетель, он может засвидетельствовать, у него есть информация, знание, которое может позволить ему свидетельствовать в суде, но в суд он идти не хочет, или свидетельствовать не хочет. И тогда человек, в пользу которого он мог бы засвидетельствовать, он его просит засвидетельствовать, и не просто просит, а еще и заклинает его, чтобы тот пришел свидетельствовать. А человек, слышав голос заклинающего его, все-таки не сообщил в суде правду, не дал показания свидетельствия, в суде он будет виновен. Но он обязан принести жертвоприношение только в том случае, если ему было известно, что заклинающий его стать свидетелем мог бы оказаться благодаря его свидетельству правом в тяжести. Прежде всего, речь здесь идет о поведении по отношению к другому человеку, которое другой человек, безусловно, воспримет как не товарищеское, не человеческое, не хорошее, неправильное. Дай вам самый простой пример. Я кому-то одолжил деньги и сделал неправильно, что не взял с того человека на списку, но в тот момент, когда я ему одолжил деньги, присутствовали два человека. Они это видели своими глазами. Через некоторое время мне уже хочется получить свои деньги назад. Я говорю человеку, который одолжил у меня деньги, и, если ты можешь, верни меня, пожалуйста, я нуждаюсь в этих денег. Что? Какие деньги? Я у тебя одолжил? Да что ты? Не помню я, что такого. Да не было такого. Что же мне теперь делать? Он не помнит, что он меня одолжил. Расписки его у меня нет. А, есть же люди, которые видели, видели, как я ему давал эти деньги. Я бегу к этим людям и говорю, слушайте, пожалуйста, вы присутствовали, выступите в суде, дайте показания. Не хотят. Они при этом присутствовали. То есть, если они скажут то, что они знают, и я уверен, что они это знают, потому что они при всем присутствуют. Но им не хочется идти в суд, им не хочется... Я не знаю, по какой причине. В результате я потеряю эти деньги. В принципе, у меня против них есть претензия. Претензия очень простая. Из-за вас я теряю деньги. Правда. Подать на человека в суд с подобной претензией невозможно. Невозможно сказать человеку, что, поскольку я из-за тебя потерял деньги, то ты мне эти деньги верни. Человек сам не брал у меня эти деньги. Он не одалживал сам. Он не причинил мне материального ущерба. Просто он отказывается свидетельствовать. Поэтому на уровне судебного разбирательства, судебных исков против него у меня не может быть. Но у него есть проблема с Богом. Может быть, не правильно сказать, но у него... Безусловно, у него есть проблема и со мной. На уровне, что называется Бен Адам Лухевро, на уровне межчеловеческих отношений он ведет себя плохо. Да. Но формальный иск против него я не могу подать. Несмотря на его нехорошее поведение и неправильное ко мне отношение. Здесь Тура дает дополнительную вещь, что если я, попытаясь надавить на такого человека, попробую заклясть его и сказать мне... Обычно, когда такому человеку говорят, ну, дай свидетельство, он начинает отнекиваться, да нет, я не знаю, да что, я не знаю, я не был, я забыл, я ничего не знаю. Если человек поклянется, а потом он признается, что на самом деле это было неправильно, и он знал это свидетельство, то в этом случае, это один из случаев, в котором Тура ему предписывает принести очистительную, повинную жертву за вот этот самый грех. Стало быть, в чем его грех? Грех не в том, что он слышал голос заклинающего, а грех в том, что он отказывается дать свидетельские показания в тот момент, когда есть у него необходимая информация и, как говорит Рамбан, информация такого рода, что если бы он ее озвучил в суде, то человек, который просит его поклясться, он бы выиграл бы эту тяжбу. Рамбан даже останавливается еще на одном вопросе. Как это понять, что он был свидетелем, когда он видел или знал? То есть, есть два варианта. Либо свидетель, который видел, либо свидетель, который знал. Как это может быть? А если он видел и не знал, это что свидетельство? Или как можно знать чего-то, не видя? Как это понять? Обычно мы все представим, что человек видит и знает. Я вижу, что мимо меня пролежает машина с таким-то номером, и я знаю, что машина с таким-то номером проехала, но меня как-то так отдельно видеть и отдельно знает. Сняет Рамбан следующим образом. Наши наставники, имеется в виду в Талмуде, объяснили, что бывает свидетельство, которое может быть принятым, даже если свидетель только видел, но не знал. А бывает свидетельство, которое может быть принятым, если свидетель только знал, при чем при этом он не видел. Как это может быть? Вот как. Например, истец утверждает, я дал такому-то человеку взаймы такую-то сумму. Тот самый пример, с которого начал. Я дал Рабиновичу денег взаймы. Более того, дальше, когда я прохожу к Рабиновичу, говорю, Рабинович, как насчет вернуть деньги? Он смотрит на меня, какие деньги? Я в жизни у тебя никогда ничего не брал. Да, но ведь это же было в присутствии такого-то и такого-то. Если свидетели придут в данный момент и подтвердят, что они видели передачу денег, тогда это свидетели, которые видели. Они могут не знать, чего они не знают. Они не знают, почему я передал деньги. Может быть, они видели, что я достал 100 долларов и передал их Рабиновичу. Но кто сказал, что это было суда? Может быть, на самом деле я был должен Рабиновичу деньги. Например, если я у него раньше одолжил и сейчас, я вернул ему долг. Или Рабинович сделал для меня какую-то работу, и я заплатил ему за эту работу. Или я сделал Рабиновичу подарок. Или я попозил Рабиновичу, чтобы он передал это моему племяннику, когда он... Миллион, миллион, может быть, самых разных возможностей, почему я даю человеку деньги. На деньгах не написано, что это суда. Люди видели, они стояли там недалеко, они видели, как я ему передавал денег, больше ничего. Понятно, что если таков будет ответ Рабинович на мой иск, например, что да, я действительно получил от тебя деньги, но это не были деньги взаймы, я просто получил от тебя деньги за работу, которую я сделал, то тогда мне эти свидетели, которые видели, но не знают, не помогут. Но если Рабинович запирается и говорит, в жизни от тебя никаких денег не получал, никаких. И придут свидетели, которые покажут, что таки да, была передача денег, это свидетели, которые видели, и хотя они не знают, такое свидетельство в суде проходит. Наоборот, как, может быть, знают, хотя не видели. Возможно, продолжает Рамбарн, истец утверждает, что ты признался в присутствии такого-то, такого-то, что ты должен мне такую сумму. То есть, сначала все то же самое, я одолжил деньги Рабиновичу, дал ему деньги взаймы, когда я его встречаю, спрашиваю, Рабинович, как насчет формируть деньги, он говорит, я деньги, в жизни никогда денег никаких не брал. Как же, говорю я. Но ведь ты же признался в присутствии еще две недели тому назад, когда я тебя спросил о том, как насчет долга, когда ты мне вернешься. Ты сказал, да-да, я знаю, я у тебя отолжил деньги, я тебе верну прямо вот зарплату. Как зарплату дадут, так прямо сразу ее верну. И ты это сказал в присутствии двух людей. И если придут эти два человека, которые не видели само из суда, но в их присутствии, и зная, что они при этом присутствуют, Рабинович сознался, что он взял у меня деньги взаймы и еще не отдал, тогда это свидетельство людей, которые знают, но не видели. Или оно тоже в данном случае принимается в суде, и оно тоже может дать мне на самом деле возможность этот иск выиграть. Так вот, люди, которые видели, хотя и не знают, знают, хотя и не видели, а уж тем более, если они и видели, и знают, то есть они видели, как я дал деньги, и знают, что это было суда, что я дал Рабиновичу деньги взаймы. Если такие люди отказываются давать свидетельские показания, то они нарушают здесь запрет Торы. Нужно сказать, что, кстати, вот это правило, то, что написал здесь Рамбан, что принимаются свидетельства людей, которые только видели, хотя и не знают, или знают, но хотя и не видели, это верно в гражданском праве. В уголовном праве подобного рода свидетельства не пройдет, потому что там должно быть прямое свидетельство. Ведь, то есть, если человек признался, тот самый Рабинович, который мы сегодня так часто упоминаем, если он признался перед двумя свидетелями, что он должен деньги, что он взял деньги взаймы и еще не вернул, то, хотя они самой суда не видели, то доказательство подобного рода оно проходит. Хотя, на самом деле, здесь нужно сделать еще определенный вывод. Они не видели суда, но если человек признался, что он взял взаймы и еще не вернул, то, наверное, скорее всего, было суда, а потому он должен деньги отдать. Но если человек, скажем, совершил уголовное преступление, и он в этом признался, кому-то рассказал, двум свидетелям он рассказал, то на основе этого показания осудить его нельзя будет. Пока не будут свидетели, которые видели своими глазами это преступление и видели и знают, что это было преступление, то свидетельство не может быть. Стало быть, мы говорим здесь, наши вот эти вот заповеди, о которых здесь речь идет, это свидетельство в рамках гражданского права, то есть имущественные иски, по которым человек может подавать иски. Не обязательно этому потенциальному свидетелю клясться, что он ничего не знает, даже если он ничего не поклялся. Достаточно, что его истец заклял. То есть сказал ему, я заклинаю тебя, если ты знаешь свидетельство, если ты действительно знаешь, если ты видел, что Бенович занял у меня деньги, ты это знаешь, приди в суд и свидетельствуй. Если в дальнейшем, да, если человек на эту клятву не ответил, амин, а просто в суде в дальнейшем он отрицает и говорит, я ничего не знаю, ничего не видел, моя хацкраина, ничего не знаю, то он нарушил эту заповедь. И если он в дальнейшем сознается, что на самом деле свидетельство он мог дать и только не захотел это сделать, то он согрешил, он виновен и должен принести повинную жертву. Может быть, зачитаем в дальнейшем. Крывочек из раввирша. Здесь происходит любопытная вещь. С одной стороны, это сказать, что поведение человека не товарищеское по отношению к другому человеку. Если ты можешь товарищу помочь своей информацией, у тебя есть информация, которая принесет этому человеку возможность выиграть суд, и ты этого не делаешь, то это как минимум нетоварищеское поведение так людей. Но жертва не приносит за нетоварищеское поведение. Жертву приносит за грех перед Богом. В чем же здесь грех перед Богом? Это не ложная клятва. Это просто отказ свидетельствовать, утверждение, что, не знаю, отмалчивание. Пишет раввирш. Вот эта вот самая жертва за непроизнесенное свидетельство, она заставляет человека осознать, что Бог является гарантом этого общества. Во многих обществах есть закон. Законы такие, законы всякие, люди должны их соблюдать. Но совершенно же очевидно, что если за этими законами не стоит никакой силы, то ценности у законов никакой. Они останутся написанными на бумаге или высеченными на скалах, как это делали древние, но соблюдать их никто не будет. За законом должна быть сила, которая заставляет, которая толкает, которая приводит к соблюдению этого закона. Кто гарант законов, на основе которых живет общество? Жертва за непринесенное свидетельство, она напоминает самоборотное. Кто у нас гарант? Кто гарант этого общества и общества, которое построено на справедливости и на законе? Гарант только один, это все вышло. Это должно напомнить человеку, что Бог призвал каждого члена общества служить благополучию всех остальных его членов. Как гарант справедливости и права, на которых построено общество, Всевышний требует, чтобы каждый заботился не только о себе и жил по принципу «моя хата с краю, ничего не знаю», чтобы твоя хата не была с краю, чтобы ты заботился о благополучии любого другого человека. И если другой человек нуждается в твоей помощи, в том, чтобы ты дал свидетельские показания, ты обязан это сделать. Всем членам общества он даровал скрепляющее общество знания и свое живое слово. Среди всех наших обязанностей, как членам общества, много вещей мы обязаны исполнять, как члены сообщества, выделяется как первостепенное в вопросе о справедливости человека по отношению к своим собратьям, к членам этого общества, вот эта вот обязанность давать свидетельские показания. Любой человек может взывать именем Бога даже за пределами суда, чтобы призвать другого исполнить свой долг. Здесь есть, может быть, ситуация одна, в которой я прошу, слушай, будь человеком. Ты же знаешь, Рябинович у меня одолжил деньги, он об этом забыл или делает вид, что забыл. Приди в суд, дай показания, ты же это видел, ты же… Это одно. Когда человек отказывается, ну, по отношению ко мне он ведет себя нехорошо. Но если я пытаюсь надавить на него, обращаюсь к гаранту права и справедливости в нашем обществе, если именем Бога я его призываю. Что значит призвать именем Бога? Клятва. Я заклинаю тебя, если ты… Богом заклинаю тебя, если ты знаешь, приди и дай показания. И если это произошло даже за пределами суда, то есть это не формальная клятва, а за пределами суда, чтобы призывать другого исполнить свой долг и свидетельствовать на суде в его пользу. Так вот, если человек, которому взывают вот таким образом, призывая именем Бога, он действительно обладает информацией, которая позволит ему свидетельствовать, но запирается, отрицает наличие у него таких сведений, говорит, что я не знаю, я не видел, я не помню, я не могу свидетельствовать. Тогда, даже если он сам не клялся и не отвечал, амен, когда его заклинали, что он обладает такими вот сведениями, тот грешит. И грешит он не только по отношению к своему ближнему, это не просто не товарищеское поведение, но и по отношению к Богу, к Богу, который является защитником прав каждого человека и моего ближнего, и истинности своих собственных сведений. Вот это вот, это то, что Всевышний здесь хотел через эту клятву, чтобы осознание того, что было сделано, зашло хорошо-хорошо нам в голову через жертвоприношение, и поняли бы мы, что здесь совершено преступление не только по отношению к человеку, но и по отношению к Богу. Это один случай, в котором приносится вот эта вот жертва Курбан-Улей-Вай-Ред, жертва, которая варьируется по своей стоимости, есть еще два случая. Если кто-то коснется чего-нибудь нечистого, падали нечистого зверя, или падали нечистого скота, или падали нечистого гада, это было скрыто от него. То есть человек стал таме, он дотронулся чего-то, что делает его таме. Это само по себе не вина. Но если он, будучи в состоянии туна, сделал то, что ему нельзя делать. Например, он ел какую-то пищу, которая имеет статус святыни. Ему в состоянии туна нельзя это есть. Или он вошел, он вошел в храм. Нельзя ему было в состоянии туна, нельзя ему было входить в храм. А он не знал или забыл, что он таме, и вошел. А потом он вспомнил, что на самом деле он был там, и когда он вошел в храм, а ему нельзя было. В этом случае он тоже должен принести вот эту вот жертву. Третий случай. Это случай с клятвой данной по ошибке, или ложной клятвой. Он случай достаточно сложный, немножко запутанный. Поэтому, пожалуй, мы о нем расскажем отдельно. На следующем уроке отнесемся к этому случаю. А сейчас на этом мы закончим. Отечество. Олещение. Олещение. Затус.